Всем привет, с вами я Зейн, и так как вы просили в комментариях, сегодня я буду делать гайд на всю еду в Бесварме. Ну, не считая пряников, потому что и так я делал про это видео, а ещё одно, очевидно, что сейчас не бисмос, поэтому нету смысла про них рассказывать. Поэтому сегодня в видео также не будет ещё и обычных печенек, потому что, ну это какой-то бред про них рассказывать, все их просто покупают. Поэтому будет 4 стандарта еды, блюберри, клубника, семечки, ананас, будут еда с радиацией, такие как неонка и битерка, а ещё будет атомка и старт печенька. Поэтому сегодня всё увидите, ставьте лайк, подписывайтесь, если хотите меня поддержать, ну а я буду начинать. Начнём с блюберри или черники, так как я спец, поэтому я её оформил, ну, очень много раз, я вам хочу сказать так, нету лучшего способа, чем натру макро. А так как я знаю, что это видео, хоть я записываю наперёд, оно выйдет после того, как я сделал гайд на натру макро, то я вам просто советую пойти после этого видео, посмотреть видео на натру макро, и с помощью макроса просто бегать на ёлке и собирать эту чернику. Если у вас есть жабки, то вы вообще будете, ну, очень много получать. Но если вы всё-таки не хотите макросить и хотите быть честным игроком, который хочет фармить сам, своими руками, хотя я не считаю макрос читом, но в общем, для вас есть пару способов. Помогите убивать дефолтных мобов, как Финобитл и Мантис, также вы можете собирать просто сами пыльцу на этих синих полях, как поле синих цветов, на ёлке и на бамбуке. Ещё я сам даже это недавно только узнал, она падает с кактуса, так как на кактусе я много не стоял, поэтому как-то даже не замечал, что туда падает блюберри. Юзайте также диспансер, не забывайте, это вам очень поможет, а так как я думаю, что вам блюберри нужно или для одарения пчёл, или, скорее всего, для крафта блюэкстрактов, то можете ещё делать кусты буков пчелы, они вам тоже помогут фармить этих экстрактов. Также вы можете, например, если у вас есть 50 ростков, не спамнить саму мотик 50 ростков на какой-то випке, а собрать команду на дискорд серверах, например, с человек 4, чтобы сильно сервер налагал, которые каждый заспамнит по 50 ростков. Тем самым вы залутаете 200 ростков. Да, хоть и будут лутать 4 человека, но в общем-то вы залутаете больше, чем в соло 50. Забирайте листочки, да, вот и в принципе всё, ещё ставьте обязательно плантеры, потому что с них падает очень много. Если вам нужны именно блюберри, то покупайте гидрофоник и блю клей плантер. С них будет падать блюберри и блю экстракты. Теперь поговорим про клубнику, так как это, наверное, второй по распространённой нужде ресурс, хотя, может, и первый клубника и черника, они, в принципе, похожи. С собой я могу сказать так же. Делайте нотра макро и бегайте по полям. Если не хотите, то убивайте таких мобов, как скорпиона и божью коровку. Бегайте на полях, как клубника, роза, мухомор и тоже кактус, потому что это наполовину синее, наполовину красное поле. Используйте диспенсер, играйте в муравейник, чтобы получить и блюберри, и клубнику, хоть вам там её и немного дают, но дают. Также лутайте мемори матчи, особенно тот, который на 35 локации, там вам тоже может очень хорошо отсыпать как и клубники, так и блюберри. Ну и, очевидно, может также отсыпать там и семечек, и ананасов, про которых мы поговорим немного позже. Лутайте ростки на пати, собирайте токены с листочком. Да, и, в общем-то, всё, ребят. Также вы можете, конечно, ещё лутать грибы, но я бы не сказал, что они прям много дадут, но если много лутать, то реально много дадут. Поэтому про клубнику быстренько побежались, давайте дальше про ананас. С ананасами уже немного поинтереснее, так как они не падают с каких-то определённых по цвету мобов. Не падают как из синих, так и с красных. Например, они падают со скорпиона, мантиса, а также паука. Паука их прям много дают. Мне один раз паука упало 100 ананасов, так что убивайте паука, не забывайте про него. Ну, ребят, очевидно, не могу сказать уже... Ну, точнее, не не могу сказать про натру макро, потому что, ну, ставьте на ананас, и это реально лучший способ. Также вы можете лутать, конечно, ещё диспенсер, который находится там возле ананасового магазина на 10 локации. Но он даёт там, ну, ничтожное количество ананасов, там он больше печенек даёт. Также он падает в муравейнике, в меморимаче, за грибы, как я говорил, за ростки он падает на ананасовом поле, да и на многих других, но ананасовом, очевидно, больше. Но вот тут уже появляется немного другой способ. Вы можете также формить стикбага, и за него в конце вам будут давать тоже прилично ананасов. Ещё он также падает с ростков, листков, а также вам может дать его кабаде. По ананасу быстро пробежались, давайте теперь семечки. Основное их поле фарма это подсолнух, поэтому, опять же, просто ставьте натру макро на подсолнух. Но если вы у нас очень честный игрок, то семечки падают именно с таких более тяжёлых обычных мобов, как волк и паук. Также она падает как из муравьёв, так и с меморимача, так и с ростка на подсолнухе. Да и, в принципе, семечки, не знаю, очень много так говорят. Возможно, это из-за того, что поле подсолнуха длинное. Но семечек вы получаете обычно больше всех из вообще всех видов еды. Потому что если вы поставите макро на тро, или сами просто будете бегать по полю, то вы увидите, что реально семечков падает побольше. Именно даже не то, что на подсолнухе, а вообще семечки. Это самая распространённая еда, которая больше всего падает со своего поля. Ещё вы, конечно, можете выбить их с листочков, а также получить её со своей фестепчелы в виде токена подарка, как и все остальные виды обычной еды. Переходим уже к более интересной еде, такой как битерберри, которая нуждается для мутации. Её в основном формят, ребята, с мондо цыплёнка. Вы заходите на 25 локацию, каждый час просто его убиваете, и оттуда вам очень часто падает битерберри. Также ещё её остальной способ это грибы, с которых её тоже падает не меньше. Она там падает даже с самых обычных грибов, поэтому там вы можете их нафармить навалом. Также есть маленький шанс, что она упадёт практически, ребята, с каждого моба, но не с каждого, давайте всё-таки перечислю. Это леди баг, паук, скорпион, туннельный медведь, кокосовый краб и дикая ветряная пчела с палочником. С каких полей она падает, именно не с листочков, а просто токены, когда вы собираете на поле, это мухомор, паук, кактус, розы, поле на вершине коры, это у нас 25 локация, и перец. Также её редко, но может дать ваш кабади, сразу 5 штучек, будет такой просто кружочек с битерберри. Есть шанс получить просто собирая листочки, вообще на любом поле, но он очень маленький. А также можно получить селимитированного ростка, который спамнит только он, это у нас дебаг росток, ошибочный росток, который очень давно не появлялся, так что про него можете, если честно, забыть. Дальше хочу рассказать про неонберри, которые взаимосвязаны с битерками, и чтобы мультировать пчелу, вам сначала нужно закинуть на неё неонберри, чтобы увеличить шанс на мутацию, а потом фармить уже и закидывать на пчелу битерберри. Неонки тоже в основном фармят с монда пчелы, но также она падает ещё с фенобитла, богомола, скорпиона, короля жуков, краба, а также праздничного палочника нимфы. Но это на бисмосе, когда вы пройдёте к воспалочникам. Ещё также я хочу сказать, что неонки, как и битерки, очень хорошо падают с краба, что-то я забыл про это сказать в неонках, но прям с краба их сыпет очень-очень хорошо. Является она с поля тоже только на определённых, таких как блю флаверфилд, ананасовая, ёлка и розы. А вот её уже можно получить с челленджа роба-медведя, там её тоже дают не прям часто, но если дают, то в очень хорошем количестве. Ещё собираю листочки, ну ребят, если честно, я вам даже не советую страдать этой фигнёй, собирать листочки ради неонки, там шанс на неё реально маленький, там просто нету смысла. Поэтому формите мондо, краба, также можете поформить у нас робо-челлендж, можете поформить грибы для битерок и ещё можете ждать, пока он заспавнит вам дебаг-росток. В принципе, неплохая перспектива. Но ещё я очень много давала на бисмос, когда у роба-медведя проходили квест и всё становилось у него праздничным. У меня оттуда очень плохие флэшбеки, когда мне проходилось лутать около 200 этих робо-пати, но не будем об этом. Дальше мы поговорим про атомное печенье. Одно из единственных печеньев вообще в игре, их всего три, и это одно из единственных, которое падает только с одного моба. Это у нас кокосовый краб, босс, оттуда оно падает, но очень редко. Не прям, чтобы так, как старпеченька с листочка, но довольно редко всё же падает и выбить её оттуда тяжело. Обычно атомку юсайк не для того, чтобы моментально получить мутацию на пчеле, а чтобы задонатить в храм, это обычно делать на эндгейме и получить баф на перец. Есть также шанс, что вам её даст кабаде, но честно, за... сколько моему кабаде уже? Где-то два с половиной года? Я ни разу её оттуда не поймал, и вообще не знаю, кто-то её оттуда ловил или нет. А то я знаю, что её получали из челленджа робо-медведя, так что вы можете там её тоже пробовать. А также её ещё получали из робо-вечеринки, когда она опять же была на бисмос. Да и в принципе всё, это практически единственная еда, которую без бисмоса можно получить нормально только через краба. Стар Трит. Очень желаемая вещь среди бисфармеров, но способов у неё реально очень много. Скажу сразу, самый лучший, ребята, способ, вы можете этим заниматься целыми днями, если вам нет что поделать. Можете её пытаться выбить с листочков. Потому что я читал сегодня в Википедии, и там написано, что её можно выбить с листочков, и в скобочках так ещё очень редко. Ээээ, я не знаю, кто этим будет заниматься, но ладно. В общем-то её почти всегда покупают за тысячу билетов или получают с квестов. Но хочу сказать ещё способы, с которых её можно прям хорошо получить. За 100-ого Мондо-Цыплёнка вы её можете получить. Вы можете сказать, что это очень тяжело, но в принципе, если вы найдёте себе раба, который с 20 хайвом, красной улей или там 19, то он может вам спокойно помогать её убивать. Ну а теперь реальный хороший способ, где даже я получил эту старпеченьку. Это Мондо-Курица. Её реально очень сильно недооценивают по дропу. С неё может выпасть мификек в шансе 1%. Так как Мондо спанится каждый час, то фактически можно где-то, ну так, подумать, что если вы будете убивать 4 дня каждую Мондо, то вы практически 100% выбьете мификек. Ну, шансы не стакаются, поэтому не факт, что вы выбьете. А также вы можете получить оттуда старпеченьку 0.1% шанс, то есть 1.10. Но старпеченьку оттуда выбивал, и это, кстати, было на моё день рождения. Да-да-да, на день рождения это было. И это было очень прикольно, ребята, я когда-то очень обрадовался. Но это единственный просто способ, не считая доната, а также квестов. Вот это единственные два нормальных способа. Мондо и команда. Потому что Скраба написано, что тоже можно её выбить, но я ни одного, наверное, не встречал человека, который выбил Стартрит Скраба. Я видел на Ютубе, но прям, чтобы общаться с таким человеком, нет. Так что выбивают оттуда единицы, а Мондо я тоже выбивал. Были люди, которые выбивали. Так что фармите Мондо, это очень крутая тоже вещь для того, чтобы получить ресурсы. Ну, на этом и всё, ребят. Всем спасибо за просмотр. Вы могли заметить, что сейчас я снимаю много гайдов. Но это связано с тем, что я их снимаю наперёд. Потому что я собираюсь делать ремонт в своей квартире, я буду помогать. И мне просто не будет времени, чтобы снимать какие-то нормальные видео. Поэтому, вот вам гайд. Я надеюсь, он кому-то поможет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь. С вами был Азейн. Всем удачки и пока.